Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители, если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь, в этом видео мы рассмотрим тему малышей дискуссии. Без сомнения, дискуссы являются королями среди пресноводных аквариумных рыб. Невероятные окрасы, формы и достаточно сложные в уходе и содержании, однозначно не подходят для новичков. Перед вами подросшие мальки дискуссов. Преимущественно именно в этом возрасте дискуссов продают в зоомагазинах и сами разводчики. Они еще не обрели яркого цвета, рисунок на теле рыб еще совсем не четкий, но требования к содержанию уже высокие, как и цена на этих рыб. Именно по этой причине мы показываем мальков и расскажем в этом видео о самых важных моментах, которые необходимо знать еще до покупки дискуссов. Пройдет время и из этих мальков вырастут крупные и очень красивые рыбки. Первое, над чем стоит подумать, так это емкость, в которой они будут содержаться. Для взрослой особи нужно не менее 40 литров. Малек в зависимости от вида может вырастать до 15-25 см в длину. Но одну рыбку покупать я не рекомендую, ведь это стайные рыбки, хотя и нуждаются в личном пространстве. Чаще всего покупают пару и более, идеально если стая будет состоять из 6 особей. Для пары самый минимальный объем от 100 литров. Ширина аквариума при этом желательно более полуметра. Дискуссы очень теплолюбивые и нуждаются в постоянной температуре от 28 до 35 градусов. При этом учитывайте, что ниже 27 градусов вода ни в коем случае не должна опускаться. Это важный момент при транспортировке рыбы. Часто это упущение приводит к гибели только что купленного дискуса. PH при этом может составлять 6-6,5. Учтите, если вы будете отступать от данных параметров, велика вероятность к болезням и гибели рыб. Естественно, этим рыбкам необходим мощный и лучше внешний фильтр и хорошая аэрация. Что касается оформления аквариума, все не так просто, как хотелось бы. При этом грунт можно использовать любой. А вот растение необходимо подбирать с трепетом. Температура в аквариуме достаточно высокая и далеко не каждое растение выдерживает такие температуры. Большая часть любителей аквариумистов вообще отказывается от декораций растений и грунта. Это связано даже не с температурным режимом, а с высокой требовательностью к чистоте. Да-да, королевские рыбки, королевская чистка. В аквариуме без грунта всегда можно увидеть недоеденный корм и вовремя его убрать. Очень важным моментом является регулярная подмена воды не менее 30-40%. Помните и о том, что эти рыбки часто стрессуют и транспортировка от магазина до вашего дома может вызвать манку и другие проблемы. Сразу после того, как вы их высадили в аквариум, не включайте свет и не глазеете на нового любимца. Дайте ему успокоиться. Желательно в этот момент развестить в аквариуме хотя бы какое-то растение на время, чтобы рыбка могла прятаться. Кормить ее в этот день после покупки не стоит, еда точно останется несъеденной. Если вы впервые узнали о дискуссах, наверняка подумали о том, как же они, такие требовательные к параметрам воды, живут в живой природе. Все дело в том, что это почти все дискуссы, которых вы сейчас видите, живут в аквариумах и появились в процессе скрещивания, добиваясь интересных узоров на теле рыб и разной вариации цветов, что с успехом удалось. Однако рыбки не только приобрели яркую окраску, но и чрезвычайно слабый иммунитет и склонность к заболеваниям, в отличие от изначальных диких форм дискуссов. Частым вопросом является уживаемость другими рыбками, ведь дискуссы относятся к цихлидам. Отвечу на этот вопрос сразу – уживаются. При этом необходимо подбирать мелкую рыбку, например, неонов, кардиналов или мирных сомиков, таких как таракатумы. Даже и не думайте о том, что 15-сантиметровый дискусс может съесть маленького неона. Дискуссы – очень-очень-очень медлительные рыбки. Более того, при кормлении вам необходимо будет следить, чтобы неоны оставили хоть немножко корма для дискуссов. Ведь дискуссы, прежде чем съесть, что-либо очень долго думают, если можно так выразиться. Раз уж мы затронули кормление, скажу, что дискуссы преимущественно едят животные корма. Предпочтение отдаётся замороженным кормам, так как промышленные замороженные корма проходят перед заморозкой обработку, что позволяет избежать различных болячек и проблем в дальнейшем. Есть аквариумисты, которые кормят живыми кормами, но опять же, предварительно обработав раствором формалина. Часто в качестве корма используют говяжье сердце, мясо креветок, мидии и рыбное филе. Даже делают смеси и делают фарш с крапивой и различными овощами. Продаются и сухие корма, именно для дискуссов в зоомагазинах. Можно использовать и их. Как и любой другой рыбке, корм необходимо периодически чередовать. Не стоит каждый день давать одно и то же. Есть ещё один нюанс. Взрослых дискуссов желательно кормить около трёх раз в день, небольшими порциями. Мальков ещё чаще, но не более восьми раз в день. Ну и, конечно, часть корма точно упадёт на дно. Для того, чтобы избежать аммиачной вспышки, остатки корма после каждого кормления необходимо убирать. По большому счёту, одни из наиболее важных моментов, о которых необходимо знать ещё до покупки королей в пресноводных аквариумах дискуссов, мы рассмотрели. Однако, это не все важные моменты, и мы ещё не раз поговорим об этих чрезвычайно красивых рыбках в других видео на канале Пар. Если вам понравилось данное видео, данный обзор, вы можете отблагодарить нас своим лайком под этим видео. А я на этом с вами попрощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»